Что там происходит? Четко непонятен месседж. Мол, жил на одну зарплату. Это, в принципе, наверное, шанс для специнспекции и полиции вычислить хулиганку и впаять ей штраф. Но, блин, это же спортлото. И я в такие обращения не верю. Александрия нужен новый мэр. Привет, это я, Андрей Богданович, и это Мой Погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и офигеваю. Шучу. И комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это мое личное мнение, и это дисклеймер. И в этой программе сколько стоит места в списке «Слуги народа» и кому заносить деньги? Райкович станет мэром в первом туре? Осталось, кстати, найти только 4%. Кузьменко собирает друзей. Кандидаты в мэр Александрии снимают свои кандидатуры. В пользу Сергея Кузьменко. Сам себе режиссер. Сеть взорвала видео Юлии Дубины. Крапивницкие хулиганки за ВДВ. Сначала бьют бутылки об стену, следующий шаг об голову. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Помните такое детское стихотворение? Это про слуг народа. Там очередной зашквар. По слухам, покупать места в облсовете и горсовете начали давно. Итоги такой ярмарки «Числавия» мы должны были узнать на конференции «Слуги народа». Но она то ли не произошла, то ли произошла, но ушла на перерыв. Но на какой перерыв? Что там происходит? Запутанная история. Сначала тут рулил Александр Дунуца. Потом Никита Патураев. Кто-то считает, что решает Тарасов теперь. А кто-то ставит на Трахтия и Мурдия. Каждый со своим авторитетом пытается влиять и на процесс, и на список людей. Кто-то же с надеждой попасть в горсовет или облсовет идет к Мурдию. Кто-то к Патураеву, кто-то к Тарасову, кто-то к Трахтию. Но блин, это же спортлото. И представьте, вы человек, который занес за место в списке «Слуги народа» еще в мае. Но за это время нашлось еще десяток человек, которые хотят оказаться в пятерке. И вот вопрос, на каком месте в пятерке окажется каждый, кто занес? Это от кого зависит? От какого количества денег или от человека, который эти деньги собирает? Интересно вообще, кто из людей, которые стояли на одной сцене на театральной с Зеленским, когда президент приезжал в Кропивницкий, останутся в списках? И на каком месте? Будет ли Игорь Волков в списке или Михаил Бижан? И особый вопрос. А на каком месте окажется Анна Заречная? В общем, все поехали в Киев советоваться. Что же делать, когда столько людей хотят попасть в список «Слуги народа»? Кого куда ставить в ситуации, когда рейтинг «Слуг народа» падает с каждой недели? Каждую неделю проходные списки уменьшаются буквально на одно-два места. Ох, тили-тили тролливали! Это вам не Аллакили, это вам не Патураев. Парам-пам-пам. Теперь об Александрии. Чем ближе к выборам, тем больше мы понимаем, что Александрии нужен новый мэр. Журналист Виктор Голобородько опубликовал материал о Степане Цепюке. Он уличил пока еще мэра во лжи. Ну, это неудивительно. Мол, тот рассказывал, что пришел в мэры с завода «Автоштамп». Там он получал 700 баксов, а пошел на мэрскую зарплату в 100 долларов. Мол, жил на одну зарплату. Голобородько проанализировал декларации пока еще мэра и понял, что Цепюк тупо дурит Александрийцев. Во-первых, пока родственников, пока еще мэра, земли и дома, ну, в общем, до черта всего. И тендеры на бизнес в Александрии почему-то выигрывают именно они. Ну, и шикарный автопарк родственников Цепюка. Ну, и самого мэра. Это просто, кстати, плевок в лицо Александрийцам. И совершенно неудивительно, что против Цепюка объединяется все больше людей. Ну, и не обошлось без традиционного цирка в Александрии. Сергей Кузьменко первым решил зарегистрироваться в кандидата городского головы Александрии. Приехал в территориальную комиссию и выяснилось, что председательница комиссии уехала срочно в Киев. И печать непонятно где и что. В общем, хохма. Может, тетя просто забыла, что она все-таки немаловажная особо в избирательном процессе. Или тетя просто потеряла печать, потому что девичья память. Или, может, это снова происки пока еще мэра Цепюка, который подговорил тетю нагадить в этой, казалось бы, мелкой ситуации. Ну, а сам Цепюк в стиле кровавого диктатора Лукашенко приехал регистрироваться в окружении сотни кунаков. Ну, и тут Степан Кириллович обломался. Дело в том, что вместо поддержки некоторые приглашенные просто пошли в туалет и сфотографировали состояние женского сортира в Александрийском гороисполкоме. Оказалось, что про женщин даже в Александрийском горсовете забыли. Туалет явно требует ремонта. В общем, что бы Цепюк ни делал, все равно вылезет какая-то фигня. Не фартовый Цепюк для Александрии, да и для горсовета. И, конечно же, Степан Цепюк просто завидует Андрею Райковичу. Вернее, поддержке Андрея Райковича. И завидовать есть чему. Согласно рейтингу от социологической группы рейтинг, Андрей Райкович имеет все шансы выиграть. Причем в первом туре. Сейчас среди тех, кто точно пойдет голосовать за него, готовы проголосовать 47,4%. То есть, 4% и все. А по партиям такой расклад в горсовет. Партия пропозиция. Первое место 24%. Перспектива места 12,6%. Слуга народа 12,1%. Батьковщина почти 10%. ОПЗЖ 7%. И Европейская Солидарность 4%. Выборы в Кропивницком очень специфические. Андрей Райкович их выигрывает. И разрыв между оппонентами очень большой. Все оппоненты боятся только одного. Что Райкович выиграет в первом туре. Если штаб действующего мэра построит компанию правильно, то Райкович выиграет 25 октября в одни ворота. Глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко активничал на этой неделе. И причиной стал почему-то Макдональдс. Андрей Назаренко заботился вопросом присутствия Макдональдса в Кропивницком. Он считает, что Макдональдс это признак и знак того, что инвесторы могут идти в наш город. Смело практически. И в конце концов написал письмо обращения в сам Макдональдс. Мол придите в город, работайте у нас. Но дело в том, что таких обращений было много раньше. Пишите письма. И я в такие обращения не верю. Во-первых, бизнес сам решает, выгодно заходить в Кропивницкий или нет. Во-вторых, а почему Макдональдс, а не KFC? Ну и если уж про Макдональдс говорим или для чего любого другого, то, конечно же, на месте пустыря, который есть в центре города, на улице Гоголя, возле ЗАГСа, да, там нужно построить. И пусть это будет Макдональдс, или пусть будет это KFC, или пусть будет что-нибудь. В общем, это как в тосте. А давайте на день города Кропивницкий выпьем за то, чтобы когда-то Макдональдс посмотрел на областной центр и понял, что он для бизнеса выгодный. За хэппи мил! Прекрасный тост. Соцсети становятся все политичнее и политичнее. Юлия Дубина или Дубина, я не знаю, где вставить ударение, выставила в сети неоднозначное политическое видеообращение. Не, мы не можем больше чекать еще на 5 лет. Нет, мы больше не можем ждать еще 5 лет. No, we can wage another 5 years. Объединяймось. Только вече духи створюют цей свит. Худима земной. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Этот видосик стал практически вирусным. Его захейтили. И посмеялись самой Юлии. Там сотни пользователей. Вспомнили, что Юля бывшая кандидатка на пост главы Кирово-Росле облгосадминистрации. Ну и так далее. А Юля... Не смутилась и записала ответку. Я хочу заявить про то, что не долучаюсь к политической борьбе. Тоже буду продолжать свою деятельность, как громадская деятельность. В этой истории есть плюсы и минусы для Юлии. Во-первых, видео Юлии стало вирусным. Это точно плюс для нее. Для узнаваемости. Во-вторых, Юля смелая, потому что страх перед камерой таки переборола. Но вот минусов тоже два. Четко непонятен месседж такого рубрика. И, конечно же, дьявольская актерская игра. Работать еще и работать. Но это нормально. Первое видео у всех были так себе. Я вот прекрасно помню, когда в сеть слили в 2012 году видео, как тренируется со своей речью Табалов. Обсмеяли нынешнего секретаря горсовета Крупиницкого практически все. И это было еще до истории с тушками. И ничего. Так что Юля, думаю, сделает выводы. Поработает с профессионалами. И прежде всего над собой. И тогда ролики станут не такими смешными для оппонентов. Инстаграм в голове. Но, блин, что там кроме еще инстаграма? Появилось видео с девочкой, которая разбивает бутылку шампанского, а мурал на Казачьем острове. С днем рождения! С днем рождения! А сколько счастья у ребенка! Это, в принципе, наверное, шанс для специнспекции и полиции вычислить хулиганку и впаять ей штраф. Но что это за странное такое поздравление с днем рождения? Разбить бутылку это круто! Откуда это? Типа видео ВДВ насмотрелись? Давай за ВДВ! На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще, кроме надежд любителей Макдональдса купить Биг Мак в Кропивницком.